Статистика говорит, что в России только одна из трёх зарегистрированных фирм добивается успеха. В жёстких условиях нашего рынка выживают те, кто учится на чужих ошибках и следует чёткому расчёту, основанному на моделях и опыте предшественников. Но мы познакомим вас с теми, кто превратил в хобби, а порой и мечту, в дело своей жизни. Их бизнес не имеет аналогов. То, что они делают, не укладывается в схемы. Результат практически никогда не повторяется. Но, несмотря на это, они смогли добиться успеха. Их дело стало смыслом их жизни. Их секрет – ручная работа. Примерно 30 лет тому назад в городе Россоши, Воронежской области, где мы сейчас и находимся, существовало и активно ввело свою деятельность как минимум 12 крупных предприятий. На сегодняшний день больше половины из них уже не существует. Однако времена меняются. На смену одним производством приходят другие. К моему большому удивлению, сегодня Россош можно назвать кластером боннарного дела. Здесь одновременно ведут свою конкурирующую деятельность аж пять предприятий, выпускающих деревянные бочки. Мой сегодняшний герой не испугался соперников. Используя ручной труд, он создает бочки, которые стали известны далеко за пределами Воронежской области и России. Мне, как бизнес-тренеру, крайне интересно знать, как устроено бондарное дело в России и можно ли на этом заработать. Кахриман Ахмедов родился в Дагестане в 1991 году. Учиться приехал в Москву, но после того, как закончил учебу в Академии МЧС, начал работать в сфере продаж. Несколько лет наблюдал, как ведут бизнес его знакомые. Учтя их ошибки, открыл собственное дело и для начала стал закупать и перепродавать бочки. Однако в какой-то момент понял, что обеспечить спрос на высококачественную продукцию можно, только открыв собственное бондарное производство. Привет! Привет! Кто ты? Современный бочкарь или бондарь? Бизнесмен. Бизнесмен. Компания КАЭЛЬ была основана в 2013 году как интернет-магазин по продаже дубовых бочек. Спустя три года появилось и собственное производство. Сегодня компания изготавливает бондарную продукцию и реализует ее по всей России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья – Китай, Вьетнам и Иран. В ассортименте более пяти тысяч наименований, в том числе бочки для элитного алкоголя, а также предметы декора и интерьера. Когда человечество впервые изобрело бочку, доподлинно неизвестно, но изображение деревянных кадок встречается еще в египетских пирамидах. Их использовали в качестве тары для сыпучих продуктов, в них мылись и парились, хранили воду и вино. В наши дни деревянные бочки во многом отошли на второй план, уступив место емкостям из стекла, пластмассы и металла. Однако не стоит считать, что бондарное искусство совсем кануло в лету. Сегодня бочки из дерева в первую очередь применяют для хранения алкогольных напитков. Лучше всего справляются с такой задачей дубовые бочки. Именно в них наилучшим образом сохраняется аромат и вкус напитка. Еще одна область применения бочек из дерева – это соленье. Квашеная капуста и соленые огурчики из такой бочки необыкновенно вкусные и хрустящие. Кроме того, деревянные бочки часто используют для оформления интерьеров, изготовления мебели и всевозможной сувенирной продукции. На Руси изготовление бондарных изделий было развито как кустарный промысел в 130 уездах 30 губерний. Впрочем, когда-то почти в каждой деревне имелся свой бондарь. Профессия эта считалась одной из самых уважаемых и почетных. Даже в советское время бочек в нашей стране делали много. Они были основной тарой для хранения рыбы, мяса и солений. Сегодня мировой лидер по производству бочек – Соединенные Штаты. Лидирует Америка как в производстве винных бочек, так и для других алкогольных напитков. Кстати, отдельно существует рынок бочек, бывших в употреблении. Причем не всегда цена на них падает по сравнению с новыми. Но если ты не против, давай начнем с самого главного – с дерева. Давай. Почему же, собственно, здесь? Здесь потому, что очень плотно прорастает дуб. Это всем известный шипов лес, который основал, так скажем, Петр I для постройки кораблей. И здесь есть дубы, которые вековые. Есть даже, ну, пока что не признанно, это самый большой дуб, также в этом же регионе. Который будет спилен и превращен в бочку. Название этого леса происходит от английского «шип» – корабль. Петр I даже объявил его государевым корабельным лесом. Но сегодня вековые дубы облюбовали воронежские бондари. Из всех деревьев именно дуб достаточно гибок и не пропускает влагу. Однако важнее то, что его древесина насыщена танинами, которые придают напиткам благородный цвет и вкус. Существует принципиально два разных типа дуба. Европейский дуб, керкус робор, красный дуб, и американский дуб, керкус альба. Если посмотреть по структуре, они, ну, вот здесь вот видно на срезе, структура чуть разная. Американский дуб, его можно пилить. Европейский дуб только раскалывается. Там разная плотность волокон. Если европейский дуб расколоть, он будет протекать, если нарушить вот эти волокна. Американский дуб, там прям даже, ну, не вооруженным взглядом, можно рассмотреть. В волокнах есть такие пробочки, которые предотвращают протекание вот это вот вертикальное. На территории России произрастает только европейский дуб. А значит и технология производства клёпок, досок, из которых собираются бочки, более сложная, чем в Америке. В идеале подготовка древесины для производства бочек должна выглядеть так. Когда вы спилили ствол, прежде чем он может превратиться в бочку, должно пройти три года. Сначала ствол выдерживается год примерно на открытом воздухе, потом он готов на заготовке. В заготовке складываются специальные такие штабеля. Всё это под открытым небом. Дождь, снег, дождь вымывает танины из древесины. И трава перестаёт расти сначала из-за того, что танины они убивают. Только когда трава вновь начинает расти, вот заготовка готова к тому, чтобы из неё делать бочку. Проходит три года. У нас бочки, ну, никто не ждёт так долго. Компания КЛ производит как элитные бочки для алкоголя из колотого дуба, так и более демократичные пиленные варианты. Их используют для засолки, а также в интерьерах. Об экономике процесса мы поговорим чуть позже, а сейчас ещё одна важная слагаемая успеха – специалисты. Также здесь граница с Украиной, с Молдовой. Естественно, там в основном были и мастера, так сказать. Они и сейчас есть, они любители вина у нас. И, естественно, люди приезжали сюда, обучали местных. И так от одного к другому. Передавая мастерство из поколения в поколение. Потому что нигде этому не обучают. Вот таким образом обучают. Ну, может, и к лучшему, что не обучают. Знаешь, меньше конкуренции. Меньше конкуренции, конечно, будет. Традиционно процесс производства дубовой бочки выглядит следующим образом. Первое и самое важное – изготовление клёпок – досок, образующих бочку. Для этого подходит только нижняя часть ствола дерева, раскалывать которое нужно предельно аккуратно. Раскол должен получиться строго радиальный, иначе в дальнейшем клёпка будет трескаться. Полученные заготовки высушиваются естественным путём. Выстругивание и обработка высохших клёпок производятся в определённой последовательности. Сначала наружная поверхность, затем боковые, только потом внутренняя. Следующий этап – изготовление металлических обручей. После этого бочка собирается. Чтобы придать клёпкам необходимый изгиб, их подвергают термической обработке, а внутреннюю поверхность бочки обжигают. Обжиг меняет структуру дерева и высвобождает ароматические компоненты, которые впоследствии проявятся в вине дополнительными оттенками. Финальный этап – изготовление и установка доньев. Кахриман, скажи мне, пожалуйста, вот кажется, что это бизнес – такой лёгкий старт. Из серии у меня есть 50 тысяч рублей, амбиции, и я готов заняться бочками. Так ли это на самом деле? В принципе, именно сразу изначально за 50 тысяч организовать производство – это, грубо говоря, нереально. Но начать можно с этого. Для начала нужен мастер, который будет обучать, скажем, тот персонал, который придёт, и знать технологическую часть. И как владельцу нужно знать рынок, кто её покупатель, кому нужно продавать, кто пользуется этим продуктом. В принципе, реально. Но требует хотя бы года два-три. То есть, если я правильно понимаю, мастер даёт технологию, вы её раскладываете на технологический процесс, и уже под мастерия, так сказать, этот опыт перенимают? Да. От одного к другому, от одного к другому. Потому что этому нигде не обучают. Вот скажи, пожалуйста, как строится команда? То есть, вот ключевой момент – этому нигде не обучают. То есть, соответственно, у тебя здесь, помимо производства, ещё и учебная лаборатория, можно так сказать. И вот как люди попадают в твой коллектив? Мы просто ставим задачу, по сути, задачу, которая ставится опытному мастеру. Всё, сделать это изель. Какой ценой, как он это будет, на этом и проверяется. Дойдёт ли он до конца, есть ли у него желание, любит ли он свою работу. По крайней мере, человек должен любить дерево. А потом уже, скажем, видим, что он интерес проявляет, и он начинает работать. Вот кто-нибудь из твоих сотрудников, например, приходит и говорит, а давайте сделаем её более выпуклой или, наоборот, более узкой. Такое вообще возможно усовершенствование по инициативе сотрудника? Это, наоборот, приветствуется, потому что мастер сам в работе может видеть, что можно добавить. Должна быть эстетика, то есть формы должны быть круглыми, плавными, не просто трубой. Мы только приветствуем это. Это возможно. Где можно встретить твои б***ь? Как минимум, можно их встретить на Красной площади. Новый год каждый год они выставляются, то есть там есть кашпо, так называемые б***ь, которые посажены ёлки, ручки там стоят, где люди пьют кофе, за тьми гуляют. А где ещё? Помимо как в Москве, мы поставляли салют в Грузию, в Казахстан, то есть сейчас же у нас идут переговоры с Испанией, они также хотят большую партию выдержку вина. В Санкт-Петербурге есть. Ну, наверное, в каждом втором баре в Москве есть на изделии, потому что это как коры используются, это стилистика такая. Летнее время это веранды, то есть стулья, столы и такие места. То есть везде, по сути. Ты наверняка это знаешь, что самая большая бочка, когда-либо изготовленная, была сделана в Германии. Её объём больше 212 тысяч литров вина. А сверху была организована танцплощадка, и люди, в общем-то, там веселились. Вы такое можете сделать? Я думаю, сможем, почему бы и нет. Сколько времени понадобится? Полгода. Полгода. Значит, можем пожать руки и заключить пари. Ну, на самом деле, у меня тоже есть ёмкость, почти 11 кубометров, и если я могу быть полезен для того, чтобы что-то перевести вашим клиентам, то с радостью это сделаю. Я имею в виду свой крафтер. Да. Я посмотрел, машина очень удобная для перевозок, то есть как раз для наших изделий это вообще идеально. То есть перевозить бочки, и доставлять своим заказчикам. Ну, тогда в путь, вперед, поехали. Вот эти бочки, которые мы сейчас везем, они кому предназначаются? Это для нашей заказчицы в частный дом, для оформления интерьера, то есть это для красоты, скажем. У них там стоят деревянные кресла, и они хотят вот дополнить этим, чтобы красиво было. То есть все-таки не все клиенты используют бочки по назначению? Это вот даже больше половины сейчас это декоративных целей, потому что это красиво. Хотя ты знаешь, это как ружье, которое висит на стене, оно все равно должно по закону жанра выстрелить. Так и здесь, если у человека в доме есть бочка, в которую можно что-то налить, рано или поздно, мне кажется, кто-то это сделает. Относительно срока службы бочки, вот грубо говоря, крафтер, когда у него пробег составит полмиллиона километров, он все равно хорошо продастся. 3-4 цикла можно использовать бочку, или это не так? В принципе, это так. Разница в том, что когда циклы продолжаются больше, эффекта от самого дуба меньше все, то есть, мол, все меньше и меньше. Поэтому бочку нужно разбирать, обжигать ее изнутри и заново, естественно, этот форт пускает. Вы это делаете? Да, конечно. Дуб у нас, хоть твердый материал, но имеет очень бористую структуру, которая впитывает абсолютно все. То есть, дуб поэтому запрещено именно для напитков покрывать лаком или там красками, морилками и так далее, потому что это очень сильно отразится на напитке. Так же, естественно, если бочку разобрать, вину, она будет вином отдавать и пахнуть красиво, так скажем. И пахнуть красиво. Долго? Ну, смотря в каком помещении. Скажи, вот о чем ты мечтаешь в плане бизнеса? Что когда-нибудь твой бренд будет на всех континентах или выйти в один ряд с американскими, испанскими поставщиками? Есть мечта, конечно. Это, наверное, объемы, потому что российский внутренний рынок, он такой, небольшой, по чуть-чуть, в сутки хотя бы выпускать 100 единиц продукции для начала то и больше. Ну, естественно, цель больше, чем в Америке производить. Как мы уже знаем, лидерство США в производстве бочек объясняется особенностью американского дуба. Он легче поддается обработке, его можно пилить, а не колоть. Так есть ли у нашего героя шанс осуществить свою мечту? Бизнес, связанный с производством бочек, предполагает очень длительное вложение денег и очень маленькую маржу. В Европе кубометр дуба, хорошего, качественного дуба, который пригоден для производства бочек, это дубы 50-100, иногда и больше лет, стоит порядка 600 евро. Из 5 кубов дуба можно сделать 5-6 бочек. Надо сказать, что в европейском дубе до 80% уходит в брак, в никуда. Вот из этого кубометра вы используете только 20% из-за того, что раскалывается бочка. Американская бочка, там процент от браковки что-то не больше 30%. Новая американская бочка, сделанная методом распиливания на конвейерах, процесс изготовления от поступления заготовки до готовой бочки в Америке 15 минут. Делают конвейеры. Бочка европейская, винная бочка большая, может стоить 1000 евро, конечная бочка стоит там 700-800 евро, а американская бочка 200 евро. В компании КАЭЛЬ самая маленькая на 2 литра обойдется всего в 3,5 тысячи рублей, большая на 50 литров 19 и более тысяч рублей. Таким компаниям, как КАЭЛЬ, приходится не только комбинировать выпуск элитной и массовой продукции, но и думать о том, как сделать производство безотходным. Я знаю, что процентов 70 дерева при изготовлении бочки идет в отходы. Вот что вы с этим делаете? То есть вы их перерабатываете, продаете? Тут много вариантов. Те же самые опилки у нас пользуются спросом у фермеров, потому что это хорошая постилка. Также можно использовать ее как брикеты топливные, их прессуют. А все остальные крупные отходы, это сердцевина и белок, сжигаются печи, за счет которой отапливаются помещения, работают сушильные камеры. Практически отхода нет. Это выгодно топить дубом? Конечно, у дуба, во-первых, КБД выше, но все равно, то есть, если взять газ, отапливать им, когда есть столько отхода, естественно, это все отражается на стоимости продукта, конечно, значит, стоимость продукта ниже. А если даже брать опилки, которые у нас остаются, немаленькую сумму можно и на этом заработать. правильно я могу заметить, у тебя безотходное производство. Вообще отхода никакого. Удивил. Сколько времени нужно для того, чтобы произвести бочку? В среднем, чтобы от доски до конечного продукта, требуется 3-4 дня. этого времени достаточно. Ну, ты знаешь, я тоже хочу поработать руками, если это возможно. Да, конечно, возможно. Так, ну что, давай попробуем, что-то. Давай. Давай, берем одну клепку, зажимаем его зажимом. Это будет основной. Вот. Теперь поочередно правильно придерживаем, чтобы подталкиваем. Следующую. ну, на первый взгляд все, конечно, кажется очень просто. Да, но обычно, когда кажется просто, в нюансах вся сложность. скажи, пожалуйста, а вот можно ли вообще думать о том, что такое производство можно автоматизировать? Или все-таки это только ручная работа? Нет, ручная работа будет всегда, но какую-то часть, процентов 40, можно автоматизировать. Ну вот, грубо говоря, станок с ЧПУ там может это делать? Проблема в том, что станок с ЧПУ не сможет определить в дубе, где есть сквозной сучок, где есть белок, так называемый, сердцевина. Он просто будет вырезать по форме. Бочка, она требует именно качественной древесины и не допускается такого, поэтому тут нужен человек, который за этим будет следить. Автоматизировать процесс можно, но сделать получится только декоративную бочку. да, да, которая не требует герметичности. Так, что делаем? Отпускаем ржим? Отпускаем. Да ладно. Это самое интересное. А! И можно слегка, половина успеха уже. Да, можно слегка подбить. И второй обруч. Правда, у нас не так ровно, но для первого раза хорошо. Потом этот барабан будет на пламени сгенаться, естественно, и мы получим форму. Процесс увлекает. Главное, вовремя остановиться, пока не отбил пальцы. Ну, собственно, вы все видели сами, мне нечего добавить. Бочка дубовая, настоящая ручная работа. Ну что же, пришло время подвести итог. В чем же секрет успешности бизнеса Кахримана? На мой взгляд, это верность традициям. Мастерство. Раньше его передавали из поколения в поколение, и Кахриман его взял и положил в основу своих бизнес-процессов. Безусловно, ниша, выбранная для бизнеса, идеально и будет только расти. Причем, это касается не только напитков, а в том числе и пищевого производства. Ребята умеют работать со временем, не боятся срочных и крупных заказов. Это в наше время дорогого стоит. А почему? Потому что идеально понимают, как работает эта технология. Внимание к деталям и ко всем этапам производственного цикла. Здесь право на ошибку недопустимо, поскольку неработающая бочка может очень негативно отразиться на репутации. Ну и, наконец, мотивация. Экспансия на весь мир. Пусть будет так. А также развитие параллельных производств, в которых можно уже использовать текущую продукцию непосредственно бочки. Подумайте и вы, какую свою детскую мечту или хобби вы готовы превратить в успешный бизнес. До встречи! Когда программа уже была готова к эфиру, мы узнали, что компания КАЭЛь заключила контракт на поставку бочек известному испанскому производителю алкогольной продукции. Продолжение следует...